Итак, всем здрасте, товарищи Гамар Джоба Генацвали, и приветствую всех поклонников Хвич и Кварацхелии. Сейчас появились очередные слухи о том, что Кварацхелия может перейти в большую европейскую команду. Да, сразу оговорюсь, Наполи тоже крутой коллектив, они как бы лидеры серии А, причем несутся к чемпионству просто на пятой передаче, и мы видим, что фактически они уже потихонечку могут начинать праздновать, но все равно многие считают, что Кварацхелия должен рано или поздно перейти в Реал или Барселону или какую-нибудь большую английскую команду. И мол, это будет следующий шаг для него. Но и тут появляются сообщения от агента футболиста, что да, такие есть реальные предложения от больших европейских клубов. И на фоне этого, конечно же, особняком смотрится мадридский Реал. Как ни крути, а это, наверное, мечта многих – оказаться именно в сливочном клубе. И там даже есть определенные подробности касательно того, почему Реал хочет подписать Кварацхелию. Давайте все это дело обсудим и обсудим последние слухи касательно Хвичи в мадридском клубе. Но сейчас важные новости. Мы всегда с пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, и она делает просмотр спортивных событий еще ярче и интереснее. Пари работает на новой технологичной платформе и в сетке нашего легального партнера. Тут есть события по футболу, хоккею, баскетболу, боксу, да и вообще всем возможным видам спорта. И сегодня я присмотрел интересный вариант на кубковый матч Спартака и Локомотива. Очень неплохой коэффициент на красно-белых, с учетом того, что, по мнению многих, они здесь абсолютные фавориты. Пожалуй, рискну. Приложение Пари является современным и очень технологичным. И вы можете пройти на него по ссылочке в закрепленном комментарии и получить там фейбет на 1000 рублей. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Вообще следует отметить, что сама по себе новость о переходе Кварацхелии в Реал звучит как-то странновато. Там не совсем понятные формулировки. Дескать, Реал подпишет Кварацхелию, если сорвется трансфер Беллингема. И вот тут непонятно, какая логическая связь между Беллингемом и Кварацхелией. Они совершенно разные футболисты. Это как сказать, что Реал хочет подписать Салаха, но если не удастся купить Салаха, они подпишут Доноруму. То есть нападающий вратарину. Какая между ними связка? И здесь то же самое. Центральный хавбек Беллингем и атакующий крайний хавбек Кварацхели. Ну, странно опять же. Да, кто-то может предположить, что это связано с финансами. Дескать, и Хвичи, и Джуд стоят очень много денег, и у Реала не хватит на двоих. И нужно кого-то выбирать. Но, опять же, бредово, потому что по-хорошему команда все-таки подписывает футболиста на какую-то проблемную позицию. Они покупают игроков по принципу, давайте схватим того, кто имеется на рынке. Это было, кстати, свойственно для Реала в 2000-е, в эпоху Галактикус. Но сейчас команда все-таки от этого отошла. Так что здесь не совсем понятная формулировка. Ну, ладно, давайте обсудим именно перспективы Хвичи в мадридском клубе. Здесь следует отметить, что команда сливочная, с одной стороны, сейчас по-прежнему хороша. И она, мы видим, выигрывает клубный чемпионат мира. Она, оказывается, единственная испанская команда, которая вышла в плей-офф Лиге Чемпионов. Но есть ощущение, что все-таки тот запас, тот ресурс, который был у коллектива, он потихонечку заканчивается. Все-таки Кросс и Модридж в центре поля не молодеют. Все-таки и Карвахаль уже немножко не тот, что раньше. Да и если говорить о нападении, ну, про Азара как про мертвеца, либо хорошо, либо ничего. А Бензима, ну, с одной стороны, забивает мячи, с другой стороны, есть ощущение, что сейчас он получает больше травм, что потихонечку начал стоять. Короче, освежать команду нужно. И нужно желательно звездными игроками. Потому что подписывать 15-летних бразильцев, это, конечно, круто. И надеяться на то, что он, как и Венисиус, когда-нибудь приедет в Реал и станет суперзвездой. Но нужно и сейчас, прям вот здесь и сейчас как-то укрепить команду. И для этого Каврацхеля может, в принципе, подойти. Главный вопрос в контексте Реала, это, конечно же, совместимость Хвичи и Венисиуса. Потому что оба так или иначе тяготеют к левому флангу. И в первую очередь эффективны и хороши здесь. И можно ли их использовать одновременно? Большой и сложный вопрос. Можно ли их использовать по очереди? Или, например, проводить ротацию, тоже сложно сказать. Потому что оба чистолюбивы, оба хотят играть, оба влюблены в футбол. И сидеть на скамейке никто из них не согласится. Поэтому, на мой взгляд, именно данный фактор и является главным препоном для этого перехода. Если бы Каврацхеля, вот точно так же, как он сейчас играет слева, также играл бы на правом фланге, я думаю, Реал бы уже его подписал. И не было бы никаких вопросов. Но мы видим, ситуация здесь осложняется позицией. Осложняется и тем, что не совсем понятно, кто станет тренером в ближайшее время. Анчелоти, по слухам, может возглавить сборную Бразилии. Взамен могут взять то ли Зидана, то ли Рауля могут позвать, легенду клуба, то ли кого-то еще. В общем, ситуация непонятная. И когда не совсем ясно, кто у вас будет следующим наставником, а стало быть, не ясно, по какой схеме будет играть команда, по какой стилистике и так далее, наверное, не совсем уместно будет платить огромные деньги именно за Каврацхелию. Потому что, повторяю, здесь возникает вопрос, как совмещать его с Венисиусом. Тот же самый Беллингем, ну, вы понимаете, это универсальный центральный хавбек, который в центре поля может закрыть практически любую позицию. Такой игрок пригодится любому наставнику. И любой тренер будет рад появлению такого игрока. А вот как будет относиться тренер к тому, что у него есть два очень похожих игрока на одной позиции, Венисиус и Каврацхели, и будет ли тренер готов использовать их одновременно и как? Вот это большой вопрос. Поэтому здесь ситуация сложновата. Поэтому, я думаю, сейчас и идут пока что именно что переговоры и слухи о подписании Каврацхели. Повторяю, если бы была другая ситуация, если бы Хвич, допустим, был правым хавбеком, или Венисиус хорошо играл бы на противоположной бровке, так же как и слева, так и справа здорово действовал, тогда бы трансфер, возможно, уже был бы завершен. А так, пока что это слухи, и посмотрим, что будет дальше. Будем следить за развитием ситуации, и в том числе за тем, как будет меняться мадридский клуб. Кто там будет тренером, и как это повлияет на возможный переход Хвич. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на наш YouTube-канал. Ну и, разумеется, следите за обновлениями на нашем втором канале, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка в описании. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну и если вы хотите помочь нам в продвижении нашего канала, то, пожалуйста, оставьте еще и комментарий к этому ролику. Главное, чтобы комментарий был больше пяти или шести слов. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.